1 сентября все российские СМИ пестрили сообщениями о том, что на боевое дежурство принят новый ракетный комплекс «Сармат». В День защитника Отечества Путин говорил о планах поставить «Сармат» на боевое дежурство в этом году. И вот ко дню знаний поручение Верховного Главнокомандующего выполнено. Войска начали поступать, не имеющие аналогов в мире комплексы. По задумке, усовершенствованный российский «Сармат» заменит на посту давно уже перешагнувший за срок годности советский комплекс «Воевода», который на Западе называли «Сатана». Правда, разработка нового образца длится уже более 13 лет. При этом впервые «Сармат» был представлен публике 5 лет назад. Тогда, весной 2018 года, Путин продемонстрировал 3D-рендеры, то есть мультики «Полеты ракеты». Мы назвали его «Сармат». «Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективная система ПРО ему не помеха. С тех пор вывести новое грозное оружие на боевое дежурство российской армии все никак не удавалось, а сроки переносились. Неужели сейчас все получилось? Так ли «Сармат» уникален по характеристикам и боятся ли его на Западе, как уверяют в Кремле? Рассказываем в этом видео. Первое, что заставляет сомневаться в правдивости сообщения о том, что «Сармат» заступил на боевое дежурство, это личность того, кто об этом заявил. Благую весть россиянам озвучил не верховный главнокомандующий Владимир Путин, который при любом удобном моменте хвастался и гордился на публику своей ядерной игрушкой. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Новость преподнес глава Роскосмоса Юрий Борисов, причем не в качестве отчета перед чиновниками Минобороны. Он сказал об этом школьникам на образовательном марафоне «Знания». Кроме того, во время этого выступления за спиной руководителя Роскосмоса демонстрировался слайд с несколько иной информацией. Там было указано, что поставка «Сармата» на боевое дежурство запланирована на 2024 год. Принаймні, я спираюсь на те, що якби дійсно «Сармат» був прийнятий, поставлено на боевое чергування, на озброєння, то про це повідомляв би не новий очільник Роскосмосу, а значно вищий, тому що для РФ цей «Сармат» є такою скрепою. І вона оголошується безпосередньо на рівні державного максимально, тобто Путина особисто на кремлівському рівні, не на рівні Роскосмоса. В подтверждение этой версії говорит и тот факт, что фрагмент видео, в котором глава Роскосмоса Борисов заявляет о ракетном комплексе «Сармат», вырезан из публикации на Ютюбе. Хронометраж оригинального видео отличается, а грубая склейка заметна невооруженным глазом. Новые технологии и международное сотрудничество. Здравствуйте, меня зовут Грязных Елизавета. Порадовайте Путина, что выдали желаемое за действитель. Действительно могла быть ошибка. В таком случае я-то не расцениваю это как игру мускулами. Вот хотели-хотели там порадовать, что скоро, а получилось ляпнули, что уже. И ты ж не скажешь, что мы ошиблись. И приходится теперь уже дальше от этого сообщения выстраивать все свое общение с журналистами, и коммуникацию из расчета, что мы уже, да, хотя на самом деле имели в виду совершенно другое. С другой стороны, говорят эксперты, в Кремле часто прибегают к тактике шантажа и запугивания. Ракетный комплекс «Сармат» — одна из дубинок, которая путем периодически грозит Западу. Успешно испытанный «Сармат» — ракета с самой большой дальностью поражения целей в мире — до 18 тысяч километров. Поэтому ответный ядерный удар может наноситься не по кратчайшей, а по любой траектории. Например, через Северный или Южный полюс. И заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. Однако угрозы озвучиваются лишь в пропагандистских целях, чтобы показать россиянам величие державы и убедить в этом своих международных сателлитов. На самом же деле устрашить основного адресата — Запад. Характеристики «Сармата» едва ли могут. То есть довольно часто, в которой иерархисти говорят про «Сармат», они сгадывают про то, что он может через Південний полюс долететь до США. Ну, в обхід районів противоракетной обороны. Дальность «Сармата» — она оголошена. 18 тысяч километров. Если взять просто, ну я не знаю, пленнику и глобусы, померять, то, ну, возможно, понять, что там, если из территории Рейд на территории США через Південний полюс, ну, в значно більше, в значно більше в разы. Эксперт отмечает, что эти заявления — блеф. Как мы помним, гиперзвуковые кинжалы также назывались неуязвимыми для ПВО. Эскадрилья, оснащенная комплексами кинжал с гиперзвуковыми ракетами, которые обгоняют звук в 10 раз и могут маневрировать, так что никакая про не справится. На практике же все совершенно иначе. Американские системы «Патриот», поставленные Украине, показали свою эффективность в сбитии кинжалов. Наша система ПВО щелкует, как орет. Противоракетная оборона у Соединенных Штатов, у стран Запада намного лучше, чем у Российской Федерации и у Советского Союза в прошлом. То есть вероятность сбития, перехвата ракеты, запущенной с территории Российской Федерации по странам Европы, там неважно, там будет баллистическая, там крылатая, намного выше, чем раньше себе даже это прогнозировалось. И вот российская Вандерваффа, она не такая уже Вандерваффа. Поэтому я думаю, что в западном мире воспринимают это более уже спокойно, чем, например, до 2022 года. Вместе с тем, эксперты отмечают, что пока это лишь моделируемая ситуация, ведь очевидно, что сарматы еще сырые и не готовы стать на боевое дежурство. Ведь было проведено всего три испытательных запуска, два из которых завершились неудачно. Например, в СССР необходимо было совершить 10 успешных испытаний подряд, прежде чем можно было взять ракету на вооружение. Но пока у России получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. Ведь не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная в первую очередь для своих создателей. Одно радует, на сегодня Россия способна строить не столько новые сарматы, сколько их макеты. Александр Коваленко, военный аналитик в Телеграм. Если подытожить все вышесказанное, исправно функционирующие сарматы на военном посту в России можно будет увидеть совсем не скоро.